Всем привет! С вами Денис Мейджор. То, о чем я сегодня расскажу, будет полезно тем, кто играет на Xbox, а особенно на Xbox, плюс ПК. Хотя и пекарям, наверное, тоже, у кого Xbox нет. Конечно же, речь пойдет о подписке Xbox Game Pass Ultimate. Но! Почему я часто записываю видео? Потому что нужно успеть провернуть все это до 30 июня, пока не закончатся все эти чудесные скидки. Ну а спонсор данного видео — YouTube-канал PPG. Автор этого канала снимает различные ролики на игровую и околоигровую тематику. В частности, например, у него есть обзор игр Steam World Dig первой и второй части. Я, кстати, так до сих пор и не сделал обзоры этих игр, а вообще-то игры чудесные, так что можете посмотреть у него. Ссылка на канал PPG в описании. Итак, Xbox Game Pass Ultimate и как с ней экономить вот прямо сейчас. Многие из вас уже, наверное, смотрели мой ролик про Xbox Game Pass, где я рассказывал, что это такое и кому это надо. Но! Когда Xbox Game Pass запускали, эта подписка в основном, как мне кажется, была полезна новичкам. Тем, кто только покупает консоль, еще не знает, во что он хочет на ней играть. И хочет попробовать разные игры и за 600 рублей в месяц, а по скидке там до 30 рублей доходило. Он мог попробовать очень много разных игр абсолютно бесплатно. И потом, допустим, купить что-то и дальше не продлять подписку. Но! Майкрософт продолжает развивать эту подписку. И более того, я уже давно говорил, что пора от голды отказываться, да, то есть бесплатный онлайн вводить. Но, к сожалению, они этого до сих пор не ввели. Бесплатного онлайна нет, по-прежнему нам нужна голда. И они решили сделать что? Они решили объединить эти подписки. В принципе, такой исход я тоже предсказывал. То есть, что у нас такое Xbox Game Pass Ultimate? Это Xbox Game Pass, то есть куча игр на консоли Xbox, в которые вы можете играть по подписке бесплатно, пока они находятся в этой подписке. Xbox Live Gold, то есть вы можете играть онлайн. И Xbox Game Pass для ПК. Да, впервые появился именно полноценный Xbox Game Pass для ПК. Ну, как полноценный? Раньше можно было в какие-то игры с Xbox Game Pass играть на ПК. Но это в основном были только эксклюзивы самой Майкрософт. Сейчас сюда добавляются еще и другие игры. Это не совсем та же библиотека, что и Game Pass на Xbox. То есть эти библиотеки различаются. На ПК пока игр маловато, потому что подписка еще в стадии беты. Но все равно есть многие игры, не только Майкрософтские. Например, вот я тоже себе это все сделал. В частности, на ПК там нужно было с сайта скачать специальное приложение. Оно обновляет Windows, устанавливает дополнительное приложение Xbox в скобочках бета. И в нем можно смотреть Game Pass, если у тебя есть уже эта подписка. То есть там и Prey, например, есть, и Hellblade Senua Sacrifice, и Shenmue, которые недавно издали. Ну, что-то типа ремастера Shenmue. Ну и, конечно же, много игр от самой Майкрософта. Ну, куда же без этого? Так вот, смотрите, какая фишка. Сейчас есть акция, когда Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца можно купить по скидке. Всего за 1197 рублей. Это, в общем-то, довольно дешево. За 3 месяца Xbox Game Pass Ultimate, который включает в себя и голду, и Game Pass, и Game Pass для ПК. Но, если у вас уже есть активная подписка Game Pass или голда, то ваши подписки как бы конвертируются в Game Pass Ultimate и продляются. Точнее, продляется сам Game Pass Ultimate. То есть вы получаете уже не 3 месяца Game Pass Ultimate, а больше, в зависимости от того, какие подписки и сколько у вас осталось. В интернете есть уже таблицы конвертации, но они не совсем понятны, потому что, судя по тому, что сейчас происходит, что мне пишут многие люди, что я сделал самое, о чем я сейчас расскажу. Это округляется то ли в большую сторону, то ли как-то совсем... Они у них опять какой-то глюк, как был тогда с долларами-рублями, то ли что, то ли просто делается как, что рассчитывается, сколько месяцев Game Pass Ultimate ты бы мог купить по скидке, как сейчас. Поэтому я говорю, это лучше провернуть прямо сейчас, пока скидки не закончились. Они недавно тут исчезали из продажи в ритейле, потом снова появлялись, сейчас вот есть нормально, причем я активировал этот код, там без всякого британского стора, что там раньше писали, там буквально пару дней назад писали, что через британский стор надо активировать. Я активировал через обычный российский стор, через браузер, правда не через консоль, но тем не менее. Смотрите, что было у меня. Итак, на момент покупки Xbox Game Pass Ultimate за 1197 рублей на 3 месяца у меня была подписка Live Gold до февраля 2020 года. И была подписка обычный Xbox Game Pass до августа 2019 года. То есть скоро уже должна была истечь, ну через пару месяцев. Когда я купил и активировал вот этот вот код на Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца, напомню, у меня в итоге получилось, что вот эта именно подписка Xbox Game Pass Ultimate у меня продлилась до июля 2020 года. То есть фактически вместо трех купленных месяцев мне дали 13 месяцев. И как это получилось, тут, конечно, сложно сказать. 13 месяцев, по идее, получается, если сложить 3 месяца, которые дает Game Pass Ultimate, 2 месяца, которые у меня остались с Game Pass'а, и 8 месяцев, которые у меня остались голды. Тогда получается 13 месяцев, но это немножко странно. Либо, если просто посчитать, сколько бы стоили мне вот эти подписки Game Pass и голда, и разделить все это на текущую цену вот именно по скидке Game Pass Ultimate за 3 месяца, тогда тоже примерно то же самое получается. То есть выходит вот что. Купив Game Pass Ultimate по скидке, я получил большее продление Game Pass Ultimate за счет других подписок, чем если бы я купил его без скидки. Выходит так. И тут еще вот что важно. У Microsoft в условиях подписки Xbox Game Pass Ultimate стоит, что эта подписка необратима. То есть вы переходите на Game Pass Ultimate, не можете перейти обратно. Некоторые этого испугались, но на самом деле что это означает? Это означает, что вот вы, допустим, вот я продлил Game Pass Ultimate, неожиданно для себя, до июля 2020 года. Это значит, что в течение этого времени я не могу сказать, ой, нет, знаете, мне больше не хочется Game Pass Ultimate, я отменю именно ее, а хочу, чтобы остались вот те другие подписки, которые у меня были. Или там просто другую подписку купить. Нет, так нельзя. Да, я могу, например, в течение этого времени купить обычный Game Pass, добавить его, и у меня все равно он активируется, как Xbox Game Pass Ultimate, а время, на которое он мог бы действовать, обычный Game Pass, конвертируется во время Xbox Game Pass Ultimate. То есть вместо, например, трех месяцев Game Pass, если бы я купил, я получу два месяца Game Pass Ultimate. Но, как только закончится действие подписки Xbox Game Pass Ultimate, я могу пользоваться любыми другими подписками. Я могу сказать, нет, мне что-то не понравилось, я больше не буду пользоваться этой штукой, я буду пользоваться обычным Game Passом, или обычной голдой, и больше мне никакие Game Pass вообще не нужны. Так что, если ты сейчас переходишь на Xbox Game Pass Ultimate, то когда закончится эта подписка Game Pass Ultimate, ты можешь перейти на любую другую подписку, или вообще без каких-то подписок сидеть. Но наиболее выгодно переходить на Game Pass Ultimate, именно имея другие подписки уже сейчас. Некоторые пользователи даже вот что придумали. Они нашли, где сейчас можно купить по большой скидке другие подписки, голду и обычный Game Pass. Потом берут еще и покупают вот эту подписку Game Pass Ultimate, тоже по скидке, как я сказал, и получают, в общем, приличные результаты. Вот у меня, например, до июля 2020 года получилось. Один мой патрон как-то так вот с этими подписками взял, и у него получилось аж до августа 2021 года. Короче говоря, к тому времени уже чуть ли не целый год будет существовать новая консоль, но на ней, по идее, эти подписки тоже должны работать. Итак, подытожим. Game Pass Ultimate включает в себя и обычный Game Pass для Xbox, и новый Game Pass для ПК, в котором пока мало игр, но уже есть не только игры Microsoft, и Live Gold, который необходим для игры на Xbox Online. На ПК он не необходим, поэтому я говорю, возможно, пользователям ПК именно подписка Game Pass Ultimate как бы не нужна. Им нужна подписка Game Pass для ПК, отдельный, отдельно от всех этих подписок, но этой подписки пока у нас нет. Поэтому, возможно, на данный момент даже выгоднее купить обычный Game Pass Ultimate. Я не знаю, честно говоря, насколько это действительно выгоднее. Я где-то видел, что кто-то продавал Game Pass на ПК, но я не уверен, насколько действительно у нас это можно купить и активировать. Я не пробовал, поскольку я играю и на Xbox, и на ПК. Если у вас есть только ПК, и вы каким-то образом смогли себе активировать Game Pass только для ПК, без всяких там дополнительных подписок, напишите в комментах, что у вас получилось, сколько вы за это отдали, и во что вы теперь решили из-за этого поиграть, из-за этой библиотеки игр Game Pass для ПК. Но на данный момент получается, что у нас теперь два приложения Xbox на ПК, ну потому что, видимо, Game Pass пока в бете, то есть есть обычный компаньон консоли Xbox One, который теперь так называется, раньше просто приложение Xbox называлось, и теперь есть вот этот Xbox в скобочках бета. В общем, немножко путаница, конечно, Microsoft как-то постоянно, они правильные мысли у них возникают, но они периодически так что-то какую-то наводят, такую тень на плите, и они получаются, что ты же сам уже запутался. Я пока вот в этом всем разобрался, я до сих пор, я говорю, не понял, как это все конвертируется, просто получается круто. Ну то есть реально вместо трех купленных месяцев, я получил 13 купленных месяцев. И если у меня Live Gold заканчивался в феврале 2020 года, то есть это самая последняя у меня подписка, которая заканчивалась, то я получил Game Pass Ultimate до июля 2020 года. Ну а на этом у меня все, с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok